Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. У нас стоит жара под 40 градусов уже неделю. Вот я встала пораньше, еще нет 6 утра, для того, чтобы обработать, удалить лишние пасынки и листья у томатов. И одновременно, пока я буду это делать, я сейчас вам расскажу, какой еще прием используется, а именно обрезка в пол листа, для того, чтобы помочь нашим томатам. И расскажу, в каких ситуациях это применяется. Вот у нас сейчас стоит жара, ужасная жара, 36-39. И томатам, даже несмотря на то, что я их поливаю, земля влажная, но такая, как сказать, горячий, раскаленный воздух, атмосфера, что у них происходит огромное испарение с больших листьев, если вот большие пластинки листьев, они даже скручиваются в трубочку, что я начинаю применять прием, который часто применяют опытные садоводы, это обрезка пол листа. Вот смотрите, я вышла, я нижние старые листья все удалила, пасынки удалила, и все равно, зелени было много, я вот так обрезаю по пол листа, сейчас расскажу, в каких случаях. Вот здесь уже обрезанные, сейчас дойдем до необрезанных, и вы поймете, почему я так делаю. Вот у меня здесь эта аллея гигантов, это томаты-гиганты. Они гиганты не только потому, что у них большой куст, но у них еще большой плод. Для того, чтобы как сформировать большой плод, им нужно вот большой массивный куст, много зеленой массы, и они по своим характеристикам сортовым, они стараются много-много-много зеленой массы нарастить, даже несмотря на то, что у них расстояние между ними большое, вот тут 40-50 сантиметров, кажется, что они сомкнулись, потому что посмотрите, какие огромные листья, я вот так руку подставила, вот, в половину человеческой руки до локтя, это каждый лист, и сколько листьев таких, огромное количество. Ясно, что растению выкармливать эти листья очень тяжело, и в жару вот эти все листовые пластины, они испаряют огромное количество драгоценной влаги. И несмотря на то, что я говорила, что листья эти наши помощники, они дышат, растения через них, в них фотосинтез, но когда их столько-столько много для растения, это большая нагрузка, особенно в жару. И вот удалив все нижние, вот эти, видите, пеньки, все нижние листья пасынки, и увидев, что все-таки большая зеленая масса, я обрезаю по пол листа, вот так. Вот этого листика вполне достаточно можно оставить. Вот нижние 3-4 листа я делаю вот такую стрижку, для того, чтобы растению было легче перенести жару, чтобы не испарялась вся эта драгоценная влага. В этом году из-за аномальной жары я по пол листа удалила даже у карликовых, штамповых томатиков, сейчас покажу, которых обычно я вообще не трогаю. Вот видите, стоят томатики, они уже все в завязях, у них тоже листья очень массивные, очень большие, и нижние листья мне пришлось обрезать, для того, чтобы они, ну, объясняла уже для чего, чтобы сохранялась влага, вот все я их подстригла, и они стоят в таком подстриженном виде. Но обычно я это не делаю, это из-за аномальной жары. Вот первый повод, вернее, как первый случай рассмотрели, это когда сильная жара и много зеленой массы. Второй случай, в противоположном, как вполне противоположный совсем, это когда идут дожди. Одна женщина пишет, у нас каждый день идут дожди, томаты жируют, зеленая масса прет, листья здоровые, такие сочные, жирные, что делать, а цвета мало. Вот в этом случае тоже этот метод опытные садоводы применяют. Если у вас много-много-много листьев, и вы, обрезав нижние вот листья, старые, засохшие, удалив все ненужные, все пасынки, видите все-таки, что очень много зеленых листьев, вот видите, вот такая ситуация, ну прям сильно много, они такие пышные, они такие зеленые, в этом случае можно нижние удалить совсем, а средний ярус удалить пол листа. После такой процедуры будет больше питания идти на цветение, на завязывание плодов, потому что все-таки, когда много листа, растению тяжело обрабатывать их, кормить их. Вот после обработки у меня томаты получились вот такие. Нижние совсем удалила, видите пенючки, все пасынки, вот здесь удалила пасынок, и еще обрезала по пол листа. Вот раз, два и три. Этого достаточно. Теперь растение у меня выглядит вот так, культурно, оно будет проветриваться, на один раз оно привязано под первой цветочной кистью, и второе привязывание я вот так сделаю, все, листьев достаточно, видите, тут еще много-много у него зелененьких листьев. Когда я в следующий раз приду обрезать лишние листья, то вот эти пол листа я удалю совсем, а следующий ярус, если нужно будет, обрежу еще по пол листа. Тут вот уже идет завязь у них, все прекрасно, им листьев хватит, много не надо. Все, это вот мы рассмотрели метод обрезки листьев томатов по половинке, удаление пол листа. Это очень частый, распространенный метод, и опытные садоводы часто им пользуются, особенно вот как у меня, вот это я еще раз повторю, вот это аллея гигантов, у меня томаты-гиганты. У них очень большой куст, у них очень много листьев, и когда... О, солнце всходит, сейчас будет жара. И когда большая, повышенная температура, им очень сложно, как испаряется большое количество влаги. Я всегда по пол листа самых жирных, самых здоровых листьев среднего яруса удаляю. Вот, сегодня занялась удалением по пол листа. Я уже показывала этот участок. Вот здесь у меня 520 томатов высажено. Они уже все завязались почти. Какие-то цветут, какие-то завязались. Чувствуют себя хорошо. У нас погода хоть и жаркая, но я поливаю, потому что иначе нам никак. Несмотря на то, что я поливаю, все равно днем листики скручиваются от жары. Но ночью они отдыхают. Видите, как красиво выглядят. Все свои видеоматериалы и статьи я выставляю, загружаю на свою страницу в Одноклассниках. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Обо всех приемах своих. Как я ухаживаю, как я выращиваю томаты, перцы, огурцы. Я все показываю. Эта информация особенно цена для начинающих садоводов. Я надеюсь, что понемногу, шаг за шагом, видео за видео, вы понемногу, понемногу все вот эти приемы, все вот эти методы освоите. И вам будет легче получать большие урожаи. Вы уже будете знать, что хотят томаты, что можно с ними сделать для повышения урожая. Чтобы сезон не проходил зря, чтобы труд наш не был затрачен напрасно, нужно не только посадить и полить, но нужно обеспечить им такую жизнь, такие условия, чтобы они захотели отдать вам весь свой урожай. До свидания. Желаю вам хороших урожаев.